Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Сочинцам сегодня рассказали все о насекомых. В Зимнем театре прошло совещание по вопросам борьбы с вредителями. Около 400 дополнительных мест для собак появится в приюте на Барановке. Об этом стало известно на выездном совещании с главой города. Первые сочинские призывники отправились служить. На курорте в армию сегодня проводили 18 новобранцев. В Сочи прошли бои с тенью. Для юных спортсменов мастер-класс дали прославленные чемпионы. Больше 7,5 тысяч полицейских и казаков будут следить за порядком во время майских праздников. Обеспечение безопасности в эти дни сегодня обсудили на краевом совбезе. Совещание глава региона провел в Мостовском районе. Как отметил Вениамин Кондратьев, на майские праздники на Кубань приедет большое количество туристов. А это двойная ответственность не только за безопасный отдых жителей, но и гостей края. В регионе созданы больше 400 резервных групп из казаков для немедленного реагирования на экстренные ситуации. Также по поручению Вениамина Кондратьева под контролем правоохранителей, сотрудников МЧС и глав муниципалитетов должны быть все популярные места отдыха. Сочинцы сегодня проинформировали о насекомых, с которыми надо вести активную борьбу. В Зимнем театре прошло расширенное совещание по вопросам борьбы с вредителями растений и комарами. Пригласили на совещание представители всех садоводческих товариществ, гаражных кооперативов, ТСЖ, товариществ собственников недвижимости, представителей санаторно-курортной отрасли. Поскольку только от совместной работы всех сочинцев зависит, победит ли город вредителей. А их на курорте 30 видов, завезенных из-за рубежа. Кроме механической сборки, жителям предлагают воспользоваться услугами организации по химической обработке растений. В селах Сочи с начала месяца работают 43 рабочие группы. Они уже обследовали более 17 тысяч построек. В более чем 5 тысячах обнаружен коричнево-мраморный клоп. В итоге было уничтожено 20 килограмм этих вредителей. Это примерно 133 тысячи особей. Глава курорта поручил всем управляющим компаниям и сельхозпредприятиям заключить договоры на обработку со специалистами. Задача руководителей предприятий, тех, кто имеет свои сады, тех, кто имеет свои регуляционные объекты, там, где есть парки, скверы, то есть везде, где есть растительность, чтобы они четко выполняли рекомендации, которые делает нам институт. Четко. И в то время, когда нужно это делать. У нас есть и те организации, которые могут произвести эти обработки. В фойе Зимнего театра как раз были представлены химические и технические средства борьбы с вредителями. Предлагают даже экологически чистые технологии. Это аппарат, который вырабатывает так называемый горячий туман. Горячий туман отличается от обычного опрыскивания тем, что у него очень мелкие дисперсные частички 1-3 микрона. Соответственно, попадает во все расчеринки и инсектицид он доносит в любые места. Тем самым достает скрыто живущих вредителей. Напомню, дендрологи советуют обработать растения до выхода насекомых из спячки. А это, судя по теплой сочинской весне, может случиться буквально через пару недель. Сейчас необходимо в первую очередь уделять внимание деревьям, которые отцветают и начинают плодоносить. Это мушмула, лыча и фундук. Автобус с детьми попал в ДТП в Сочи. Авария произошла днем 14 апреля в районе Адлерского кольца. Там столкнулись Hyundai Getz и пассажирский автобус. От удара автобус отлетел в кювет. По предварительным данным, водитель автобуса при перестроении задел иномарку. По информации же очевидцев, автобус был подрезан другим автомобилем. После чего водитель многотонной машины попытался уйти от столкновения и увел автобус за пределы дороги, попутно зацепив при этом миниатюрный Hyundai. Никто из участников ДТП не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются. В Сочи в ДТП пострадал автомобиль за 10 миллионов рублей. Автомобиль «Мечта» Эштон Мартин разбился в районе форелевого хозяйства на улице Раздольная. В воскресенье водитель из Санкт-Петербурга не справился с управлением. В результате съехал в Ливневый сток. После этого автомобиль развернул, а он столкнулся с насыпью на обочине. Водитель не пострадал. Машина восстановлению не подлежит. По свидетельствам очевидцев, владелец спорткара уже несколько раз нарушал правила дорожного движения на курорте. Около 400 дополнительных мест для собак появится в приюте на Барановке. Об этом сегодня стало известно на выездном совещании с главой города, которое состоялось прямо на месте. Расскажет Ольга Десятого. Сегодня на территорию Барановского приюта для животных, где содержится около 600 собак, приехала целая делегация. На месте решали важные для его качественного функционирования вопросы – свет, вода и подъезд к приютам. Анатолий Пахомов пообещал, что к середине мая электричество здесь подключат. Договорились и о регулярном подвозе воды. Дорогу также планируют отсыпать. В исполнении гравий нам сделаем ее, надо ее поддерживать потом. Пришлось главе города на месте решать и юридические вопросы, связанные с муниципальной землей, данной в аренду под приюты. За право пользования ею зоозащитники, относящиеся к разным организациям, здесь их четыре, устроили настоящую войну. Точку в конфликте поставил глава города, заявив, что право аренды будет принадлежать лишь тому, кто реально работает с животными. Они пытаются застолбить за собой участок в надежде на какие-то дальнейшие выгоды. Вы сами виноваты. Видит Бог, я никогда не хочу, чтобы были уголовные дела. Но предупредили заблаговременно. Вы это не приняли, у вас свои какие-то думки. За это время вы ничего не сделали и никто не сделал по поводу того, чтобы здесь обустроить. Муниципальную землю будут арендовать те, кто готов развивать приюты и расширять их возможности. Вопрос не стоит так, чтобы кого-то выгнать с этой земли. То есть наоборот, мы, я думаю, что облегчим те конструкции, которые должны быть, приюты. То есть сделаем это действительно временными, такими легкими. И дополнительное количество мест еще появится, чтобы принять собаку из города к чемпионату мира. Никакое животное, которое сейчас здесь находится, оно не пострадает. И все будут в целости и сохранности. Новые вольеры помогут отчасти решить вопрос с безнадзорными животными на улицах города. По статистике, за последние пять лет в Сочи насчитали более 7 тысяч случаев нападений животных на людей. Ну а основным способом контроля численности собак все же остается стерилизация и, главное, ответственное отношение заводчиков к своим питомцам. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. С началом курортного сезона свою работу активизировали местные объекты размещения. Как известно в Сочи, комнаты отдыхающим сдают и в частных мини-гостиницах, и в жилых домах. Вот только налоги такие предприниматели не платят. Нарушителей пригласили в администрацию города на заседании комиссии с участием налоговых инспекторов. Мониторинговые группы, которые выявляют нелегальных предпринимателей, работают ежедневно. Специалисты администрации курорта инспектируют сам жилой сектор. А еще нарушители ищут в интернете, где сочинцы и размещают объявления о сдаче жилья. На сегодняшний день тех, кто занимается гостиничным бизнесом и не платит налоги, порядка 40 человек. Те объекты размещения, которые находятся в индивидуальных жилых домах и не оплачивают налоги как коммерсанты, они будут вынуждены оплатить либо перейти на систему налогообложения, либо приобрести патент. Других вариантов, обращаясь ко всем предпринимателям, осуществляющим подобную деятельность, других вариантов быть не может. Поэтому большая просьба обратитесь в налоговые органы для того, чтобы приобрести патент и осуществлять деятельность, оплачивая налоги. По данным налоговых органов, объекты размещения в частном секторе платят копечные налоги. У большинства налог на вмененный доход за прошлый год – порядка 5000 рублей. Приобретение патента – оптимальный выход из ситуации, советуют предпринимателям в мэрии. Работа в этом случае будет вестись по закону. Таким образом, претензий ни у властей, ни у надзорных органов не будет. Мониторинг же по всему Большому Сочи ведется ежедневно. Ну а подобные комиссии в районных администрациях планируется проводить один раз в неделю. Первые сочинские призывники отправили служить войска Нацгвардии, ракетные войска. Попадут ребята и в военно-морской флот, и в ВДВ. В России начался весенний призыв на военную службу. И Сочи в армию. Сегодня провожали 18 новобранцев. Новобранцы будут служить всего один год. Большая часть из них останется в Южном федеральном округе. И только несколько сочинцев, которым не нужно менять паспорта, попадут за границу. Чаще всего это Армения или Абхазия. В целом же призыву и отправке войска этой весной подлежит 313 человек. Сегодня военные билеты вручили первым 18 призывникам. Как всегда, в этот день в военкомате многолюдно. Среди провожающих традиционно девушки будущих защитников Отечества и, конечно же, родители. Сыночек идет в армию. Вырос уже, как говорится. То бегал маленький, а теперь уже вот... Как все мамы. Переживаем, нервничаем, конечно. А так служба нужна каждому мальчику. Каждому мальчику он должен пройти службу. Как говорится, дать честь России. Долг России. Я очень хочу в армию. Не знаю, ну, долг перед Россией надо отдать свой все-таки. А там посмотрим, может, и контракт подпишу. Вижу себя в будущем защитником Отечества. Следующая отправка 23 апреля. В этот день в армию заберут 20 человек. А что касается уклонистов, то они в Сочи есть полторы тысячи человек. Борьба с ними ведется. И в первую очередь ребят пытаются проинформировать о последствиях неявки на призывную комиссию. Многие горожане о возможных проблемах знают не понаслышке. Молодой человек последний призов оказался потерянным. То есть он до этого учился, учился в аспирантуре, а потом раз вот и потерялся. Ну что, вынесли решение, не служил в российской армии, не имея на то законных оснований. Человек закрыл себе двери во все государственные учреждения. А он юрист, а ему надо работать. Он мог пойти, допустим, в какую-то силовую структуру. У него категория годности позволяет. А он никуда не попадет. Испортил себя полностью жизнь. Согласно указу президента, с 1 апреля по 15 июля в российскую армию планируется призвать 128 тысяч человек. По оценкам Минобороны, еще около 3 тысяч граждан, ранее отправленных в запас по состоянию здоровья, смогут пройти службу, если на этот раз будут признаны годными. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. 17 апреля в России отмечают День ветеранов МВД. Ветеранская организация в Сочинском линейном управлении МВД на транспорте насчитывает более 50 человек. Один из них – Сергей Фицов. За его плечами более 20 лет службы в органах внутренних дел на транспорте. За это время он успел два раза побывать в горячих точках. Начинал полицейским патрульно-постовой службы в морпорту. На пенсию вышел с должности старшины. Как считает сам Сергей Владимирович, он милиционер по призванию и спортсмен по жизни. В бокс его привел отец, он же тренер, еще в пятилетнем возрасте. С тех пор в копилке Фицова множество наград, включая международные. Сюда же спустя годы Сергей Фицов привел и своего сына, будущего кандидата в мастера спорта. Выйдя на заслуженный отдых, возглавил адлерский боксерский клуб, насчитывающий более 80 воспитанников. На их счету не один десяток призовых мест в краевых и городских соревнованиях. Впереди международный турнир памяти Нагуляна. По его итогам, самым достойным воспитанникам Фицова будут присвоены первые спортивные звания. На введение уроков самбо в кубанских школах из бюджета направят 20 миллионов рублей. С нового учебного года новая дисциплина появится в 150 учебных заведениях края. Детали этого проекта Вениамин Кондратьев обсудил с министром спорта и образования региона. Уже в ближайшее время для учителей проведут курсы повышения квалификации. Наши краснодарские коллеги подробнее. Ты захват крепко держишь? Ну крепко держи. Плохо, молодчина. Никакой агрессии. На этих тренировках учат не нападать, а обороняться в экстремальных случаях. Познать боевое искусство с каждым годом в спортивные секции приходит все больше желающих. Это одна из самых сильнейших школ самбо в крае. Находится она в Новороссийске. У многих этих еще совсем юных мальчишек за спиной уже многолетний спортивный стаж. И у каждого свои цели. Я хочу быть справедливым, мудрым, а не каким-то там, не знаю, разглядяемым, каждого слабого трогать. Тут обретаешь много друзей, командный дух, терпение, самообладание. Самбо развивает ловкость, которая может сильно помогать в жизни, самозащита. В спортивной борьбе на татаме мальчикам ничуть не уступают на первый взгляд совсем хрупкие девчонки. Раньше в школе Ульяну Провоторову одноклассники считали слабой. Но все исправило всего несколько занятий по самбо. Я сразу боевая девчонка, потому что если мне сделать какую-то там травму, я все равно встану за кулаки и встану. Буду дальше бороться. На самом деле самбо только называется боевым видом искусства. На практике это самозащита без оружия. Уже с 1 сентября дисциплина появится почти в 150 школах Кубани. В расписание самбо заменит третий урок физкультуры. Сегодня детали этого эксперимента Вениамин Кондратьев обсудил с краевыми министрами спорта и образования. На закупку нового оборудования и переквалификацию школьных учителей в этом году в регионе планируют выделить 20 миллионов рублей. Любой спорт это философия в первую очередь. А философия это очень важно для духа бойца. Потому что сперва нужно победить духом, а потом нужно победить физически. И я считаю, что самбо как раз отвечает этим требованиям. Но к сожалению секции самбо и тренера по самбо в крае под час днем с огнем не найдешь. Вот это неправильно. То есть вот эти виды спорта, которые сегодня, они почему-то оказались дефицитными. И тем не менее они востребованы. Если эксперимент пройдет успешно, все-таки, то я думаю, что мы эту практику распространим на все школы нашего края. Ведь это максимально доступный, дешевый вид спорта. Уж точно коврами мы обеспечим все спортивные секции, спортивные клубы и школы. И бери, занимайся. Это очень важно, чтобы дать возможность мальчишкам, активным мальчишкам. На Кубани очень активные ребята, волевые, все-таки, чтобы они свою энергию выбрасывали на ковре. Сегодня у нас есть и преподавательский состав, который пройдет повышение квалификации. Да, это две недели, это 72 часа. 155 человек – это учителя физкультуры с навыками борьбы. У нас есть методические рекомендации. У нас есть возможность за каникулярный период до 1 сентября внести это все в учебные планы и программы. И запустить проект в 150 школах. Проект «Самбо в школу» стал всероссийским. Исконно русский вид спорта хотят внедрить во все общеобразовательные учреждения. Подобная практика уже есть в других странах. В Японии, например, на уроках физкультуры преподают дзюдо. В Америке – борьбу. К реализации идеи вести самбо в школьную программу Краснодарский край приступил одним из первых. И это не случайно. По мнению спортсменов, в регионе очень развиты традиции этого вида единоборства. И одна из самых сильнейших школ самбо. Я полностью поддерживаю эту инициативу. И очень рад, что Краснодар является первооткрывателем в этом. Надеюсь, что и дальше наши школы по всей России будут вводиться единоборством. Потому что это очень правильно и очень хорошее дело. В профессиональном самбо схватка длится не больше пяти минут. Баллы во время соревнований присуждаются за броски и удержание противника. Досрочная победа может быть присуждена за болевой прием. Но в школах ничему подобному учить не будут. Никто не станет заставлять делать бросок с прогибом или мельницу. На уроках по самбо детям разъяснят, как правильно падать и освобождаться от захватов. Расскажут об истории этого вида спорта. Причем полезно это должно быть даже тем, кто дополнительно занимается в секциях. Это как к репетитору ходить. Сейчас это модно стало. Раньше так это было редко. А сейчас ЕГЭ сдавать, это все ходят к репетиторам. Также и здесь, если он занимается борьбой, и, допустим, еще дополнительно ему будут преподавать в школе, там он будет дополнительно какие-то нюансы для себя подчеркивать. Может, он на тренировке в общей массе тренер, может быть, дает одну программу, там тренер будет давать другую программу. И он будет как раз, у него будет разнообразие, он будет подчеркивать какие-то для себя моменты, которые ему пригодятся. Но цель проекта – это не воспитание суперспортсмена за школьную программу. Упор сделают на философию и культуру самбо. Занятие этим видом спорта формирует у человека твердый характер, выносливость и уверенность в себе. А самое главное – прививает любовь к родине. Самбо – это в первую очередь идет воспитательный процесс. Это вид спорта, который мобилизует и который воспитывает детей в правильном русле. Многие из наших спортсменов, которые занимались самбо, потом становятся довольно-таки сильными и предпринимателями, и руководителями госучреждений, и руководителями предприятий, и людьми, которые организовывают довольно-таки солидный бизнес в России. И это во всей России, во всех городах есть такая тенденция. Стать спортсменом, политиком, инженером или бизнесменом каждый школьник в будущем, конечно, решит для себя сам. Во всех кубанских школах новый урок появится уже в 2021 году. Эксперты уверены, что новая дисциплина позволит создать сильную краевую команду по самбо для российских и мировых чемпионатов. Мария Крошина, Юлия Кишинева, Александр Брыксин и Эдуард Тараканов. Кубань, 24, Краснодар. А на площади перед мэрией в Сочи прошли бои с тенью. В центре Сочи в рамках физкультурно-оздоровительной акции «Во славу воинов я посвящаю» для юных спортсменов прошли мастер-классы по боксу. Мероприятие приурочено к 75-летию освобождения Краснодарского края от фашистских захватчиков. Это мы делаем в честь Великой Победы, в честь Победы в Великой Отечественной войне. И мы считаем, что это очень правильное мероприятие, очень правильная акция, когда ребята через спорт помнят, либо вспоминают о том, что было такое трагическое событие в истории нашего государства. Своё мастерство продемонстрировали и чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации Денис Лебедев и олимпийские чемпионы Вячеслав Яновский и Рахим Чахки. Почему бокс, почему вообще единоборство? Потому что этот вид спорта, он воспитывает мужской характер, он воспитывает силу воли, терпимость, храбрость, отвагу. То есть именно эти качества в человеке, в мужчине, они дают нам желание сражаться за победу. В показательных выступлениях, которые проходят на открытых площадках каждые выходные, уже приняли участие более 800 человек. Акция продлится вплоть до 9 мая. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.